Привет, друзья! Подписывайтесь на наш телеграм-канал, становитесь спонсорами на ютубе, кнопка и ссылка под видео. Первый диалог высокого уровня между ЕС и Республикой Молдовы по вопросам политики и безопасности был недавно запущен в Кишиневе заместителем премьер-министра и министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Нику Папеску и заместителем генерального секретаря по политическим вопросам, политическим директором Европейской внешнеполитической службы Энрике Мора. Более подробно об этом событии рассказал политический эксперт Роберт Западинский изданию АВМД. Стороны приветствовали этот новый формат диалога высокого уровня как еще один решительный шаг в отношениях между ЕС и Республикой Молдова. Во время этой встречи заместитель генерального секретаря Энрике Мора сказал, запуск диалога высокого уровня по вопросам политики и безопасности между ЕС и Молдовой демонстрирует растущее качество и интенсивность нашего партнерства по некоторым направлениям, в частности, по вопросам внешней политики и политики безопасности. Впечатляющее усилие Республики Молдова по управлению наиболее масштабным притоком беженцев на душу населения среди соседних с Украиной стран заслуживает похвалы и поддержки, поскольку это произошло в дополнение к другим серьезным вызовам устойчивости Молдовы. Это также свидетельствует о более широких региональных последствиях необоснованной агрессии России против Украины. ЕС по-прежнему будет поддерживать Молдову в дальнейшем укрепление ее устойчивости и надеяться на укрепление сотрудничества в области безопасности и обороны. Обе стороны провели всесторонний обмен мнениями о ситуации в регионе. Они детально обсудили вызовы региональной безопасности и их гуманитарное и экономическое влияние на Республику Молдова. ЕС высоко оценил то, как наша страна справляется с большим потоком беженцев. Главной темой обсуждения стало сотрудничество в сфере безопасности. Были обсуждены конкретные пути повышения устойчивости Молдовы. Кроме того, участники обсудили состояние преднестровского урегулирования. ЕС подтвердил свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Молдовы в пределах ее международно признанных границ с особым статусом для преднестровского региона. Прочитав внимательно отчет об этой встрече, я подумал, что уже настала пора, когда руководству нашей страны необходимо незамедлительно от протокольных встреч перейти к активным действиям на международной арене. Уже больше месяца Республика Молдова имеет статус прифронтового государства. У руководства и граждан нашей страны за это время добавилось немало трудных проблем, имеющих, как ни странно, планетарные значения. Наша маленькая Республика Молдова ежедневно тепло и сердечно принимает и обслуживает десятки тысяч беженцев из соседней Украины. К этим заботам приплюсуйте приближающийся к нашей стране энергетический кризис, который может привести к полному развалу экономики государства. Не буду перечислять другие беды, обрушившиеся на головы наших граждан. Поэтому в данном контексте предлагаю Министерству иностранных дел и европейской интеграции срочно предусмотреть в ближайшее время организацию многосторонних переговоров и в первую очередь лидеров Украины, Молдовы и Румынии, а также других заинтересованных стран под патронатом руководства Евросоюза по ситуации, складывающейся в нашем регионе Европы. В повестку переговоров должны войти вопросы о последствиях, набирающих свой ход глобальных геополитических событий, особенно в сфере энергетики, нестабильности международных рынков, продовольственной безопасности, а также обмен мнениями по ряду международных и региональных проблем, неоперативные решения которых могут приобрести жесткий критический характер во всех вышеназванных странах. Нужно уже сегодня приступить к созданию именно такой дорожной карты для нашей страны, при условии, что участники этой встречи примут концептуальные решения, определяющие цели и задачи нашего совместного выхода и сковывающего развития наших государств состояния. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok